Давайте помолимся за гордостью, глаза на месте. Давайте настроим себя. Важно всегда настроить. Это суть, сущность настроить себя. Настроить себя. Господь, благодарю Тебя за это прекрасное время, за этот день. 20 июля 2062 года. Это неповторимое время, которое мы сейчас вместе проведем. Я молю Тебя, Дух Святой, открой нам истину о нашем лидерстве. О настоящем предпринимательстве, о ради чего, как мы должны делать Господь. Измени, пусть истина, она просто заждет внутри нас свет, чтобы невежество, она потеряла власть над нами, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Самая большая проблема Здравствуйте, давайте, заходите быстрее, заходите быстрее. Заходите быстрее. Никогда не опаздывайте? Нет, абсолютно. А вы были первые на первом семинаре? Нет, не были. Не все что-то пришли, может, напугал кого-то, да? Что-то это, не опаздывайте. Они уже пошли. А вы, кто пришел первый раз по намете руку? Ну, слушайте, первый раз пришли, да? Вы не были, да? Первый раз. Спасибо. А-а-а. Ну, лагерь. Будем здесь. Они у нас спросят, но им расскажем. Хотя, знаете, вот я хочу вам сказать, что Янис выступал в Грабисе, понравился вам, но он такой академический, он очень, действительно, очень ученый человек, он и он такой, знаете, умница, потому что мы, как христиане, должны не просто как бы общество изменить. Общество изменить – это такая вещь достаточно ну, как бы, и простая, и непростая. Понимаете? Мы должны иметь тоже академические знания. То есть мы должны быть, ну, образованными. Потому что наши дети сидят в парте за школой. Вот я даже выступаю вам, как учитель, а вы за партами. В принципе, неправильно. Но кто-то это продумал, сделал труд, и поэтому, по этой философии наши все дети учатся. Понимаете? И сама философия, что вот ребенок, он учится, и вот он хороший, если он хорошо домашние задания выполняет. Вопрос понял он, как он-то употребил в жизни. Это вопрос никого не волнует. Понимаете? То есть, ну, почему бы так учатся наши дети? Потому что кто-то академически написал работу эту. Потому что такого никогда не было, как в школе сейчас. Если заглянуть дальше, вот это следствие урбанизации наших городов. Потому что учителя не должны заниматься детьми. Понимаете? Это, ну, ну, они вообще их ничего не... Ну, вот в том понимании, они их ничего не научат. Поймите меня правильно. Есть хорошие учителя, да. Ну, вот я просто, к вам говорю, я председатель родительского комитета уже там. Я уже 20 лет уже в школах там, короче, это самое. Я же общаюсь с учителями, я же вижу там. Ну, просто они там... Они заняты какими-то вообще отчетами, какими-то вот этими РНО, как им скажут, вот этими вещами. Ну, и по сути, сама философия даже в частных школах неправильная. Почему? Потому что кто-то написал научно, что так надо учиться. А у учителя вообще не должно быть даже стола. Потому что стол, даже кафедра, я за ней прячусь. Мне даже сложно вот с вами. Потому что если бы мы сейчас сели в кружок, нам бы было проще. Понимаете? То есть, ну, мы бы были как бы на равном. У меня даже вовесе стол, у нас круглый стол. Мы садимся все вместе, круглый стол. Я пропоедую за круглым столом. Вот мы все садимся, у нас большой круглый стол, и я за ним пропоедую каждую неделю. Потому что, а вот так я как учитель. Я как будто, знаете, вот, а вы такие ученики. И мне вот, ну... Почему я так говорю? Потому что мы должны стать... Потому что, ну, из сидящих вас здесь есть люди, которые могут написать научные труды, диссертации докторские, и защитить, что, ну, мы при любом строе наша философия будет. Ну, понимаете? Сейчас любые, там, Кучма у власти, Янукович или Ющенко, все равно дети в школе и за партиями сидят. Понимаете? И, ну, только, может, в более красивых партах. Ну, суть, суть не в партии. В системе. Ну, эту систему нужно менять. А ее не поменяешь так вот так, давайте поменяем. Ее нужно, ну, научно. Медицину нужно все менять. Это все нужно, ну, труды писать, диссертации. И поэтому нам нужно учиться. Понимаете? Я сам даже сейчас учусь. Вот я, этот колледж, который, вот, Янис является его директором, это высшая школа бизнеса в Риге. Это высшая, это официальная, ну, университет. Это не просто курсы, там, знаете, при церкви или что-то такое, ну, какие-то бумажки, которые, ну, поймите, это высшая университет, высшая школа бизнеса европейская. Называется Христианский колледж управления. Вот. Я вам советую учиться там. Просто вам рекламирую даже. У нас будет в Киеве группа в 3 октября набираться, по-моему, в Москве, в Польше, в Минске, может быть. То есть вы раз в месяц приезжаете и учитесь. Вы вообще окунетесь в другой мир, в другого обучения. Вас не будет никто там заставлять. Вы поймете, как можно учиться, как можно вообще по-другому, ну, понимать информацию. Потому что единственная проблема на земле, как мы уже говорили, я повторюсь еще немножко, это не дьявол, что он поражен. Дьявол не имеет власти. Вы понимаете? Единственная проблема на земле – это невежество. Человек осознанно, ну, не хочет учиться, не хочет познавать ничего. А человек, если ничего не хочет, ничего не будет толку никакого. И поэтому Иисус всегда не говорит, что ты хочешь. Это важный вопрос. Осия пишет, что нет истины, нет милосердия, нет богопознания на земле. Как будто сегодняшняя Украина, Белоруссия заглянула. Вообще никого богопознания, нет истины, милосердия, клятвы и обман везде. Убийство, воровство, прелюбодействие крайне распространилось. Как будто я себе заглянул. Наши новости, если не интернет этот пестрит. Страшное вообще прелюбодеяние, воровство, обманы, коррупция. Кровопролитие следует за кровопролитием. Теракты, насилие кругом. Зато оплачет земля, и из немогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными. Даже и рыбы морские погибнут. Экология нарушается. И никто не спорит, никто не обличает другого. И твой народ, как спорище со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью. И истреблю матерь твою. Истреблю, будь народ мой, за недостаток ведения. Так как ты отвергну ведение, то я отвергну тебя от священной действия. Предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих. То есть смысл, суть всего этого, что невежество, это вот, знаете, преступный отказ познавать что-то. Мы сейчас будем говорить вообще о некоторых принципах. Но мы должны понимать, что мы в жизни имеем проблемы, нас что-то угнетает. А нас угнетает не дьявол, не что-то нас угнетает. Понимаете, что такое дьявол? Потому что в Иисусе, чёрт такой, как у вас реально. Написано, что Иисус говорит, я свет, да? Я есть им свет. То есть он не просто свет сходил с лампочкой светящей. Он говорит, я свет. А свет это в переводе с греческого. Я точно знаю вещи. Я точно понимаю, кто ты есть. Я точно понимаю, какой ты должен быть. Потому что я пришёл на эту землю, во-первых, показать вам Бога. Во-вторых, вам показать, какие вы должны быть. Я истина. Посмотрите на меня. Я точно понимаю вещи. Точно. Дьявол, он написан, князь тьмы. Невежество на всех переводах обозначается тьма. И через тьму, через невежество, единственное через невежество, дьявол может контролировать человека. Учёт человек полон там дури всякой. Потому что у него невежество. Что он свободный. Тьма это отсутствие света. Понимаете? То есть, если Иисус, он является светом, он не просто пришёл на эту землю посвятиться нам, зарисоваться. Он пришёл на эту землю дать нам точное понимание, информацию, истину, которая делает нас свободными. Дьявол же, наоборот, он князь написан тьмы. Что такое тьма? Тьма это невежество. И единственное через что контролирует дьявол нас, через невежество. Я когда готовился, мне пришло местописание одного моего из любимых. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Запишите, там написаны потрясающие слова. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он, Иисус из Назарета, ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Потому что Бог был с ним. Слово обладаемых буквально обозначает угнетаемых дьяволом. То есть Иисус пришел на эту землю и смотрел на людей. Боже, как они живут. Они не просто были угнетаемые дьяволом, то есть они полные бесы были. Может и полные бесы, но у них они были угнетаемы невежеством. Через невежество, через эту тьму человек живет. И, конечно, там, я не знаю, и бесы, наверное, на него входят, или что угодно. Но что нам делать? Нам нужно что? Познать. Как мы выгоняем дьявола, как мы выгоняем бесов этих? Познавая истину, мы становимся что? Свободными. Иисус ходил и исцелял всех угнетаемых дьяволом. Люди даже болеют физически, потому что в голове невежество. Здоровье тела и психология, я занимаюсь здоровьем, не за разрывность связанная. Человек что-то в голову набрал себе невежество. Ему сказали, что он придурок. И он себя разогнал, и у него начался гастрит. Давление поднялось, сыпь на коже. Он приходит к врачу, говорит, у меня, и начинает лечить гастрит. Потом приходит терапевт, начинает давление лечить. А он просто себе в голову взял, что он дурак. А он не дурак. Это просто человек и мнение. Понимаете, в чем дело? Человек себе взял в голову что-то, и у него пошел плохой процесс, обмен, метаболизм. Почему люди полные? Не потому что, понимаете, у них просто плохой обмен веществ. Потому что они живут в суете, в стрессе. Им некогда поесть. Они загнаны просто. Им кажется, что они чем больше сделают. Но понимаете? И они все, у них вот этот вот стресс. Им нужно просто мир Божий найти. Им нужно свет включить в жизни. Что успокойся. Пусть мир Божий, который превышает всех вас, охранит. Потому что человек когда бегает, ему некогда поесть. Потом прибежал, схватил. Потом через месяц смотрит, у него уже такая задница. Понимаете? Ой, у меня тут просто, знаете, вот, метаболизм. У меня обмен веществ. Да, плохой обмен веществ, это правда. Но от чего плохой обмен веществ? От твоего стресса. А стресс от чего? От того, что ты в своей жизни не умеешь управлять. Ты летаешь, то пусто, то густо. То есть тебе просто нужно спокойно сесть и спланировать. Что ты хочешь. Написать план на неделю, на месяц, на день хотя бы. Спокойно сделать все. Не бегай в стрессе. Понимаете? Люди бегают, особенно в Москве. Я приезжал там, они вообще там бегают, как бешеные. Тебя не видят они. Потом вечером приезжают в 10 часов, по Гольцевой 3 часа едут. В 11 домой и бетон еды должны сесть. Ну что, голодные, непонятно целый день. Какой-то фастфуд схватил. Человеку нужно просвещение. Итак, проблема номер один, это невежливо. И в нашей жизни, если есть какое-то угнетение где-то финансовое, психологическое, вам не нужно бегать по психиатрам и сказать, что мне делать, помолитесь за меня, дядя Юрий Владимирович, или что-то. Вам нужно сказать, где у меня проблемы, где у меня дьявол угнетает. Иисус Христос из Назарета ходил исцеляя всех. То есть мне нужно просвещение в этой области. Там, где у меня проблемы, запомните, посмотрите на меня. Проблем вообще нет. Проблемы есть, но проблема не в проблеме, а в нашем отношении к ней. Вы должны быть профессионалами. Кто такой предприниматель? Это человек, решающий проблемы. Это кинер проблему. Это человек, который проблему решает. Он видит одни проблемы, и он и кинет решение. А нынешний одни проблемы видит. Ну, вы знаете, примеры про сандалии, про Африку, я вам не буду рассказывать эти вещи. Про полстакана воды, про решетку и так далее. То есть предприниматель это тот, который видит во всем решение. Что бы вас не угнетало, это ваша проблема, но вы ее касаете как задачу и решаете ее. Проблему не решишь, а задачу решишь. Это моя задача. У меня нет денег. Отлично. Это проблема. Значит, мне не деньги нужны, мне нужно понимание какое-то. Что я беседую с людьми, они в принципе, ну как бы даже Янис уезжал, они даже, Янис говорит, Юра, ты вот сейчас людей учишь там быть богатыми, а они, может быть, не готовы еще. Что делать, куда я миллион долларов, вот сейчас, если было время тренинг провести, вот что ты с ним будешь делать? Начнем мыкаться. Что ты сделаешь с миллионом долларов? Вы понимаете? Вот не что миллион долларов тебе придет, а что ты с ним сделаешь? Вот суть-то. Что можно зло наделать какое-то. Поэтому полюбите, полюбите знание, полюбите истину, полюбите вообще знание. Знание это наш выбор. Я, знаете, стремлюсь каждый день познавать что-то новое. Если ты прожил день, не познав что-то новое, ты просто, ты в пустую прожил этот день. Вот ты в пустую прожил этот день. Как хочешь, можешь меня называть, можешь обижаться. Но если ты не познал сегодня что-то новое, ну вы молодцы, вы пришли сюда, вы уже познали на себе что-то, да? Да. Понимаете? Ты в пустую прошел этот день. Что-то новое нужно познать сегодня. И там, где ты познал, там ты имеешь силу. Иисус сказал, что вот идет кто? Князь к мира, дьявол. Но во мне не имеет ничего, чтобы он не говорил обо мне. А на Иисуса так и вешали, ну эти самые шильды, что и ты бесы в тебе, что и ты там такой-сякой. Он говорит, я знаю, кто я. Я знаю, откуда я. Я знаю. А вы не знаете, кто вы. Мы дети Авраама. Вы не дети Авраама, вы дети дьявола. Если вот так вот, ну, в лоб, по-честному. Говорит, как так? Мы же не курим, не пьем. Причем здесь не курим, не пьем? Причем здесь не курим, не пьем? Десятина дыма. А при чем здесь вообще это? Бог сотворил человека по образу и по подобию своему. Аминь. Он его сотворил из своей природы. Слово по образу, это переводится с еврейского слова по натуре своей. Слово натура, это слово натуральность. И когда человек живет не как Бог, он ненатурален. Грех это ни пить, ни курить. И грех это потерять марку Бога. Я тут кричу иногда по этому радио. Слышно, да? Это потерять марку Бога. Мы ненатуральны, когда мы в страхе. Мы ненатуральны, когда мы нищие. Мы ненатуральны, когда мы непродуктивны. Мы ненатуральны, когда в наших мозгах живут какие-то тараканы. У Бога нет тараканов в голове А мы? Нам не натурально Поэтому мы страдаем Поэтому нам тяжело Но мы ходим в свои углы и умираем потихонечку в депрессиях Плачем и живем по 50 лет Как недавно мы с женой узнали Такую потрясающую вещь Мы смотрели с кино какой-то И там племя на Соломоновых островах Есть племена И эти аборигены Чтобы завладеть новым участком Для своих культур Они приходят и там эти пальмы растут И они становятся И они их не выкорчевывают Они начинают проклинать эти пальмы Они становятся и начинают проклинать И через какое-то время они начинают засыхать И умирать Они даже ничего не делают Это реально В Корее, когда в Северной Корее была война Также умирали спецназовцы Американские, котики Это были просто мощные мужчины Но руководство тюрьмы Специально давало плохую информацию Хорошие письма, которые приходили от жен Что мы тебя ждем, мы тебя любим Они рвали Отдавали плохие письма Мы не можем тебя больше ждать Кредиты тебя убивают И так далее И поощряли всякое стукачество Всякая такая гадость И взрослые мужчины Спецназовцы Американские Пехотинцы Они умирали Просто умирали Это серьезные вещи Угнетение дьяволом Это серьезные вещи И здесь не поможет просто Знаете, вот Ну не то, что молитва Поймите меня правильно Поможет и все Но я думаю, что Познание истины Потому что Молитва пройдет Эмоции пройдут Дьявол вернет и скажет Ну вот тебе наговорили Совершенно Я тебе отдам Совершенно И наговорит вам брат Ну когда вы Вооружитесь истиной Когда вы Познаете эту истину Вы просто вооружитесь Это все Нет То вы прочутите Как свет включится в вас И вы начнете Ощущать себя по-другому В бизнесе Нужны две вещи Запомните Это страсть И достоинство Две вещи Для предпринимателя нужны Страсть Дает нам цель Когда мы ставим цель Когда у человека Нет цели Он все Ну нету страсти Ну как бы Ну ради чего Но когда у человека Есть цель Что приходит Страсть Ну сильные желания И второе Это достоинство А достоинство Это Как ты думаешь о себе К сожалению Верующие люди Хорошо думают о Боге Но к сожалению Плохо думают о себе У них Бог Великий Хороший А мы Колхозники Колдыри Грешники Толку с нас нету Поделом нас И будем сидеть Так и так далее У великого Бога Рождаются Великие дети Аминь Мы дети Великого Бога Запомните У меня дети Которых я родил Самые прекрасные Любимые Даже если бы мой ребенок Был бы коллега Он бы для меня Оставался Самым прекрасным Самым красивым Может для кого-то Он был бы не очень Но для меня Это был бы Самый лучший ребенок Вы понимаете И кто бы говорил На меня Что я хороший Дети Мои плохие Я бы с этим человеком Не дружил Люди хорошо думают О Боге А плохо думают О себе Как мы думаем О себе Я говорю В нормальном В нормальном эгоизме Не в каком-то Знаете Самовосхванении Ну в каком-то Выпендреже Каком-то знаете Ну В каких-то Вы знаете Некрасивых формах Я думаю В хорошей форме Думать о себе Правильно Натурально Приобрести его природу Потому что человек Так вот Ёжи Я кричу здесь На лагере Благой придет тебе Украина Когда цари твои будут Из благородного рода Аминь И как Соломон сказал Видел я зло на земле Это Князей Сидящий низко И рабам Которые Ездят на лошадях Это зло Потому что Князьям Кто-то внушил Что ваше место Вон там А рабам Знаете Ну если Князья лохи Так мы будем всем владеть Ну понимаете Если князья Сами себя убили Уничижили Не думают о небесах Стоят Ждут Небеса Помните Как эти ученики Ангелы пришел Что вы на небо смотрите Смотрим Ждем Иисуса Он говорит Идите Идите отсюда Идите работайте Идите проповедуйте Евангелие Идите владычествуйте Не стойте вы здесь Проблема номер один Это невежество А невежество Это наш выбор Это наша личная ответственность Неохота учиться Неохота писать Неохота конспект А анализировать Это вообще Мы сегодня об этом поговорим Анализ Это вообще Проще Знаете Как это все это Поэтому Доход верующий До какого-то уровня А потом бах Ну какие-то говорят Свои вещи Господь смотрит В этом нет Ничего плохого Но иногда За этим стоит И те вещи Понимаете Меня о чем я говорю Я сам В жизни тоже был Обычно Иногда просто лень Или какой-то страх Или просто нежелание Идти куда-то в рынок И так далее Поэтому Когда мы познаем Истину Познаем истину Она делает нас Свободными И там Где у вас Есть какие-то Угнетения Вам нужно Спокойно Познать истину В этой области Если вы угнетены В своем здоровье Вы должны Познать истину Если у вас Проблема Угнетения С финансами С семьей Какая бы область Не было Что бы там Не было Поставьте себе Задачи Запишите где-то И скажите Господь Дай мне познать истину Ну не просто истину Вы знаете Придумайте Какую-нибудь истину Глаз вырви себе Или что-то Ну понимаете Ну какой-то вот То есть Познаете истину То есть Пусть придет Свет Божий В жизнь Чтобы Все по-другому было Хорошо Я тут Свой старый конспект Один поднял Четырех лет Недавности Прочитал его Ну и мне здесь Хорошая идея Очень понравилась Я вам тоже Могу потом На флешку скинуть Мы первые Утром прошли Что Бог создал человека Чтобы он Господствовал Или был менеджером На этой земле Второе Что Бог сказал человеку Чтобы он Владычествовал Размножался Был продуктивным Размножение Это область продуктивности Запишите Второй принцип Принцип продуктивности В Новом Завете Везде говорится о том Что Тем прославится Наш отец Когда мы принесем Что? Много Плода То есть наша продуктивность Она очень высоко Оценивается Богом Наша производительность Наша продуктивность Наша эффективность В нашей жизни Есть такой Знаете Старый принцип Паретта Слышали о нем? Давайте мы повторим его Потому что принцип очень старый Но этот принцип Очень знаете Актуальный сегодня Этот принцип Паретта Наживается 80 на 20 Принцип чего? Принцип Паретта Это принцип Паретта Это академический принцип Не знаю Итальянцы или кто-то Но это из жизни Он взял исследователи Что есть такой принцип Что этот принцип говорит? Что 20% Например Людей Выпивает 80% Всего пива На земле Ну да 20% Менеджеров На работе Делают 80% Продаж Всех Возьмите Любую область 20% Твоего времени Делают 80% Эффективности В твоей жизни То есть он исследовал Что в принципе Все компании Все фирмы Все компании Все фирмы Где-то Вывел этот принцип Что 20% Времени 20% Делают 80% Продаж И задача Какая стоит Что же Что же делать С этими 80% То есть 80% Времени Приносит нам 20% Результат То есть мы тратим Основную часть жизни Которая нам приносит Очень маленький эффект Ну 10 человек Работает Из них 2 человека Приносит Оборот А 8 человек Знаете туда-сюда Ну это в жизни Согласитесь Что-то человек делает И вот этот принцип Он вывел И Когда мы начинаем Анализировать Нашу жизнь Нашу эффективность То мы Выкидываем Я сейчас Просто даже Зачитаю Я сделал такие заметки Выделение Эффективных действий И отбрасывание 80% Суеты Дающие всего 20% результата Если хотите 20% денег То есть Когда мы Отбрасываем Свою суету 80% Которую Потому что Наша жизнь Очень дорогая Когда мы Отбрасываем Эти 80% Выделяем из них Что мы делаем не так То есть мы Начинаем анализировать Ведь понимаете Бог Дал нам Дух Святой Согласны И написано Что в этом Духе Есть Сила Да Есть любовь И есть что еще Здравомыслие То есть Здравомыслие Что для вас Обозначает Это здравомыслие Вот мы Получили это Сейчас мы Соединим Это паре Это здравомыслие Что такое Здравомыслие Вот у нас Верующих Бизнесменов Ну вот Есть Целостность Что еще Трезво оценивать Ситуацию Что такое Трезво оценивать Ситуацию То есть Мы должны Анализировать Что мы делаем То есть Когда мы Смотрим Что 80% Нашей жизни Приносит Эффективности Никакой Мы должны Трезво посмотреть И отбросить Все ненужные вещи В нашей жизни Потому что Бог призвал нас Не только Владычествовать Но и Владычествовать Быть менеджерами Продуктивными Производительными Быть И Когда Павел Говорил И мы сегодня утром Говорили о том Что Не уклоняясь От простоты Во Христе Вот эта Простота Вот эта Простота Это и есть Вот этот Здравый смысл Потому что Что такое Простота Это Посмотреть Правде В глаза Знаете Легко быть Занятым Легко делать Видимость Огромной работы Суетиться Бегать Детей своих Не видеть Но из этих 80% У тебя Эффективность Только 20% Вы понимаете Вы понимаете В чем Дело То есть Легко быть Занятым Очень Легко И так И так Но люди Почему-то Очень Боятся Очень Боятся Анализировать Свою Жить Свои 100% Ну я Ну я Вроде бы Неплохо Все Сделал Но это 20% Село Твоей Жизни 80% Ты занимался Вообще Не той Деятельностью В жизни Понимаете Это очень важно Понять Эту истину Познать Это Потому что Библия говорит Что мы должны Что Вникать Себя И в учение Заниматься Этим Что Постоянно Что такое Вникать Себя В учение Это слово Называется Анализ Это вид о том Что мы должны Себя убивать Но мы должны Анализировать Себя Потому что Мы Менеджеры Мы не имеем Права Просто Знаете Вот Ну Работать Туда Сюда Разбрасываться Финансами Ресурсами Которые у нас Есть Нашим Временем Нашей Мы должны Чтобы На максимально На 100% Быть эффективными Отбрасывать Ненужные вещи Отбрасывать Ненужное время Потому что Мы можем На работе Работать 10 часов Из которых Только первых С 8 до 10 Ты приносишь 80% оборота Все остальных 8 часов Ты ерундой занимаешься Просто ерундой Пустой болтовнёй Пустыми разговорами Которые не производят Ничего Лучше домой Поехать Сюной провести Время Понимаете В чем я говорю И поэтому Человек Он должен Анализировать Анализировать Никто не хочет Вот это К сожалению Вот это Знаете Потому что Знаете Анализ Или Или вот эта Способность Мыслить И думать Это настолько Знаете Потрясающая Бомба Потому что Люди Ну не обижайтесь На меня Я о себе Тоже говорю Люди Ленятся Думать Ну просто Вот сейчас Ленятся Лень Думать Это Самая Понимаете Страшная Вещь Потому что Людям Проще Идти за кем-то И не думать Что думать Это труд Честно Это труд Человек должен Думать Это труд Это труд Знаете У людей Руководителей Которые Эффективный Эффективный Бизнес Я их Уважаю Потому что Когда они Ничего не делают Думать Анализировать Выделять Эффективность Ставить Приоритеты Отбрасывать Вот эти вот Какие-то Бесплодные Ненужные вещи Это огромный Труд Хочу вам сказать В основном Люди К сожалению Мои братья и сестры Не хотят Думать И анализировать Им проще Идти за лидерами За вожаками Какими-то Вы понимаете Проще Хай он думает Мы привыкли так А что такое Простота Простота Во Христе Или Здравый смысл Это сказать А я не понял А вот я не понял Что вы мне сказали И сказать Это же любой шишки А нам Мы не поняли А нам кажется Что Сказать Я не понял Это же я Дурачком буду Выринеть Простак Это не дурак Простак Это мудрый человек Я Постоянно Задаю вопросы Мне даже Моя жена Обижается А я не понял А я не понял Потому что Я должен понять Простота Это сила Запомните Скажите Простота Это сила Простота Это сила Если мы От нее уклонимся Нашим мозгам Кают будет Конец Потому что Простота Она сохраняет Наш мозг В работоспособном режиме И мы Начинаем Не просто Быть менеджерами А эффективными Менеджерами Давай скажем Я не просто Менеджер Я не просто Эффективный менеджер Эффективный менеджер Быть менеджером Это одно Но надо вторым быть эффективным менеджером. Потому что можно же тоже и дорогу построить. А потом не проанализировать, что это за дорога. Нет, люди же строят кто-то это же. Это кто-то строит. Но они, наверное, не смотрят вообще, что они построили. И не говорят, что мы построили говно конкретное. Ерунду. Люди строят дома, квартиры какие-то. Кто их принимает вообще? Люди какие-то интерьеры делают в своих квартирах, мебель покупают. Они хоть раз посмотрели со здравым смыслом, что это какое-то ерунду они сделали вообще. Да, денег нету. Проблема. Ничего. Проблему можно решить. Чтобы были деньги, нужно работать больше. А чтобы работать больше, нужно учиться больше. А учиться больше, это твой выбор. Ты вечером не футбол должен смотреть, а книги читать. Познавать новые вещи в бизнесе, в писании. Ввлекать из себя и учения. В конце концов, мне уже 50 лет. А у меня 20% жизни, я трачу эффективно. А 80% на ерунду какую-то. Может, стоит проанализировать и посмотреть правде в глаза. Но мы хотим, знаете, ай, как-нибудь. Нет проблемы в этом. Никто вас не судит, никто вас не будет гонять. Но нужно настроить себя. Настройте себя, чтобы мы не просто были менеджерами, поймаете. А эффективными, производительными, продуктивными. Потому что Бог сказал, не только господствуйте, но и плодитесь. Будьте продуктивными, производительными. Иисус очень хвалил людей, которые приносили Ему, ну, с этих самых, с мин, еще больше мины. Люди. И так, проблема номер один, напишите. Проблема номер один, это наша. Лень думать. Скажите, лень думать. С этой секунды. Я буду думать. Я просто буду уделять время, чтобы только думать. Я буду просто уделять время, чтобы думать. Особенно этот проект, который мы делаем, над нем надо думать. Это не просто, надо думать, поговорить с кем-то, думать надо, думать постоянно. Хорошие мысли это как урожай, их нужно вовремя снимать, не снимешь все, сгнили мысли. Это урожай, их надо раз снять, записать, постоянно ходить с еженедельниками, с какими-то книгами. Постоянно думать, анализировать, смотреть, вот моя жизнь, вот мои таланты, на что я их трачу. Трудоголикам быть легко, поработал, поработал, сказал, что вы тут, я много работаю, какая эффективность от твоей работы? Трудоголики это даже знаете, определенный, как сказал один человек в книжке, не знаю, он бы сказал, это как алкоголики. Алкоголики напиваются, а трудоголики в работу уходят, чтобы забыться. А какая производительность от твоего трудоголизма? Какой эффект от твоего трудоголизма? Я много работаю, я лучше всех. Не всякий человек, которому много работают, у него еще производительность есть. Я много очень работал, два года работал, вообще ничего не мог заработать. Вообще ничего не мог заработать. Работал вообще, денег нету. Чем больше работаю, тем меньше денег. Долги. Сел, в конце концов, в своей комнате, взял пост и высказал. В конце концов, начал разбираться. Читая в писании написано, проклят ты будешь, будешь работать много, а плоды от твоих деревьев будут есть другие народы. Я говорю, вот тебе здравый смысл. Правда, я проклятый человек. Вы понимаете, молодой мужчина, Евангелие знаю, проповедую и живу в проклятии. Здравый смысл. Да, Юра, я не проклятый, потому что Бог любит меня. Но по факту проклятый. Кто такой еще сейчас в своей жизни? Можно, конечно, голову в песок засунуть и сказать, все нормально, все нормально. Я не говорю о том, что проклятый, это хорошо. Это ненормально. И я сказал, в конце концов, ставлю вопрос ребром. Иисус Христос, читаю дальше. Написано, взял на себя все проклятия. И говорю, ё-моё, а что-то я их ношу два года. Два года ношу проклятия. Я их скинул в себя, поблагодарил Бога, и с этой минуты я вообще не проклятый. Ни одной секунды. А написано, ты будешь благословен. Небо, короче, на тобой будет открыто. Ты будешь, все дела твоих рук будут благословенные. Ты будешь, никогда не будешь брать займы. Никогда. А я взаймы только брал, чтобы дырки закрыть. Бывало с такой, а? Да. Но будешь давать займы многим народам. После этого времени прошло, не знаю, сколько лет, лет 6-7, я ни одного доллара ни у кого не взял. А всем, наоборот, даю займы. Вот такой список должников, не знаю, что с ними делать. Что-то не особо всех надо отдавать. Уже столько денег, что можно быть в целом состоянии. Но все по описанию, понимаете? Это уже другая. Но это другая проблема, это хорошая проблема. Она такая более, знаете, жизненная. Понимаете смысл? Простота, это наличие здравого смысла. Здравый смысл, это смотреть правде в глаза. Правда не то, что у вас проблемы, а правда в том, что на кресте Иисус забрал все проблемы. И это правда, это не просто, знаете, знал бы ты мою жизнь. Иисус Христос ходил, благотворяя, исцеляя всех угнетаемых дьявол, потому что был с ним. Иисус за то, чтобы всякое угнетение, всякое невежество, которое дьявол тебе в голову насадил, исцелить его. Через слово. Другого пути нет. Почему? Потому что когда ты останешься один, и придет тебе мысль поганая, ты ему скажешь, я новое творение, я благословенный человек. У тебя будет понимание, у тебя будет точное откровение, кто ты есть. Я менеджер. Тебе завтра придут люди и скажут тебе тысячи других вещей. Менеджер нашелся мне здесь, продуктивный. Иди молись, вымаливаю у Бога деньги. Ты скажи, даже молиться не буду, потому что сам хозяин вселенной сказал, давайте сейчас внимательно-внимательно послушаем. Что Иисус, что сказал хозяин? Все мое, твое. Аминь. Он не сказал, заработай, тогда получше. Он сказал, все. Но перед этим он сказал, а разве ты не знал, то есть знание, разве ты не понимал эту истину, что все мое твое, видимо не знал. Слышал, наверное, на семинарах, но не воспринял это серьезно. Поэтому и молился молитвами, Господи, мне бы косленочка хотя бы, мне бы хотя бы, знаете, вот машинку какую-то, мне бы хотя бы вот деньги на отпуск, мне бы хотя бы вот на отдых каких-нибудь сто долларов, чтобы мне ты дал Господь. Он молился же так. Мне бы хотя бы Господь вот это, вот это. А Бог говорит, это все мое. Ну, представляете, насколько это революционно? Предприниматель, которому за спиной стоит такое откровение. Все мое, твое. Какое доверие, какая власть, какая сила, какая энергия в этих словах. Поэтому Бог даже, представляете, дал второму сыну имение, чтобы он пошел и расточил. Но ему было бы важно, чтобы сын понял, что он пришел в себя. Он дошел до свинства, но он пришел в себя. Он посмотрел на себя здравым смыслом, сказал, Боже мой. Он проанализировал первый раз в жизни. Он начал думать первый раз в жизни, а так ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сказал, где я вообще? Что я живу, как лох какой-то. Я сына сам, я на свинья живу. В какой-то непонятной квартире какой-то. Кто и придумал эту квартиру вообще? В вонючем буду подъездить. Скоро с мусорки буду есть. Кто вообще-то придумал. Пойду к отцу. Короче, надо срочно к отцу идти. Я не буду. Ну, понимаете, ты же пришел в себя. Никита не рассказывал какие-то истории. Простота, сила простоты. Будущее принадлежит простым людям. Не стесняйтесь задавать вопросы. Я не понял. Не стесняйтесь задавать вопросы Богу в молитве. А как это так вот? Не стесняйтесь задавать вопросы. Самые простые. И не стесняйтесь выглядеть людьми. Ну, ой, ты что, вот этого не понял? Да, я не понял этого. Вот я этого не понял. Объясните мне еще раз. Это нормально. Хуже всего, когда человек делает вид, что он понял, а сам ничего не понял. Вы понимаете? Да, понимаю. И думайте. За вас никто думать не будет. Большевики нам и так зло наделали. Истрепили вообще мыслящих людей. Поубивали их. В Америку уехали. Еще религия свою добавляет. Думайте об этом. Думайте постоянно о себе. Думайте об этих вещах. И вот это вот, вот это вот, второй принцип, это вот это вот, чтобы вот этого лени не было, лени, лени, лени мысли, лени анализировать себя. Думайте, лени, 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 лени. Вот еще хорошая цитата записана Про здравосмысл Здравосмысл это способность Вести вещи такими, какие есть на самом деле Я не понял, это нормально И вообще Здравосмысл это логика Иисус говорил Я не дам вам особенной веры Вы ее имеете Но как себе Что вы здесь сделаете, то и будет И сотнику он сказал, ты высоко вырастил свою веру Это не вопрос одного дня Понимаете, Иисус говорит Я вам не дам какой-то особенной веры Особенного помазания Вы имеете веру, и вера это как семечка Маленькая Мы все имеем одинаковую веру Я не больше вас верующий Вопрос, что я делаю с этим семенем Каждый день Если я взращиваю его У меня семя растет Нет какого-то особенных помазанников С особенной верой Это все путаница Мы все получили Равно драгоценную веру И мы все получили доступ К благодати Одинаково Вопрос, что мы с этим делаем И поэтому сотник сказал Иисус сказал сотнику Молодец Почему? Потому что он был восхищен Тем, что сотник сделал с этим семечки Он восхитился его верой Люди перестанут бояться Нам не нужно бояться думать Мышление это труд Податливость, покорность Готовность следовать другим рекомендациям Экономит умственные усилия Но вы становитесь зависимы от других И в сложных ситуациях Ищут защитников Один очень такой хороший учитель Мне нравится, как он сказал Что такое философия? И Библия нас учит Смотрите, братья Не увлекитесь философиями Пустыми обольщениями А не по Христу Потому что в нем, во Христе Обитает вся полнота Божества Телесного Впрочем, написано И вы имеете всю полноту в нем Потрясающий стих Просто Миллион тонн золота Вот в этом стихе Что такое философия? Он говорит, не увлекайтесь Философия это фила Любовь И София мудрость То есть люди некоторые Так настолько любят Какую-то мудрость, логику Что они увлекают других людей И человек, который не размышляет И не понимает Говорит, слушайте, а где здесь вообще Иисус? А где здесь вообще Его искупление? А где здесь вообще? Потому что логика, она очень Она вам догадывается Но основания у этой логики нету Оно человеческое Оно просто и вообще Его нету А Иисус сказал Все, что не строится на основании А что такое основание? Это Христос, Его искупление Это Его возвращение Нас в природу Первоначального Идемского сада В котором у нас есть достоинство Сила, благодать Сыновство наше Любая философия Она учит нас Какому-то успеху И она увлекает нас И это мудрость Это не просто какой-то Знаете, ла-ля-ля Это логика Вы должны вот так вот И из-за этого у вас будет так А если у вас будет так У вас будет так И люди увлекаются этим Но когда они принимают это Они и принимают падение Или неудачи вот этого человека Потому что многие люди придумывают философию Потому что они в жизни проиграли Разочаровались Они отчаялись У них в жизни что-то не так И они вынуждены выдумать какую-то философию Философию Они придумывают и увлекаются Апостол Павел говорит Смотрите И как нам этого избежать? Нам нужно думать Размышлять И сказать Стоп! Так король же голый Здесь же нет Христа Так Иисус вообще-то Да для чего умер? Если без Него все хорошо Вы понимаете? Забудьте Все, что не построено на основании Иисуса Христа Рано или поздно Рухнет Церковь, бизнес, государство Семья Все, что не построено на основании Иисуса Христа Вообще все Потому что истина говорит Что нет другого основания Это основа Это причина Почему я в своей жизни благословен Почему я здоров По какой причине я могу надеяться Что у меня все будет хорошо По какой причине я могу верить Что у меня все будет отлично Потому что Иисус Христос 2000 лет тому назад Пришел на эту землю И забрал меня из этого проклятого мира Как написано Что вывел меня из царства тьмы В древнего И ввел в свое царство Возлюбленного сына В котором я имею прощение и искупление Слово искупление обозначает А свобода от любого угнетения И вернул меня в Едемский сад В котором я имею владычество Продуктивность Но через познание истины И здесь нужно думать Размышлять Размышлять А когда человек размышляет То у него внутри в душе Начинают происходить Какие-то процессы Брожения И вдруг В какой-то момент Он говорит Понял Бывало у вас такое? Вот оно в чем дело А когда человек понял Познал То это уже попало Не где-то в его душе А попало куда-то в дух его И вот здесь, друзья мои Кажется, семечко попало В нужное место И этого человека Уже не Ему лапшу не повесишь Он опасность Для дьявола Он опасность Для невежества Он опасность Для вот этого, знаете Какой-то абстракции Человек, который Думает Размышляет И увлекается Этими философиями Бог приходит к Каину Говорит Каин, что с тобой случилось? Что ты грустишь? Все просто Каин начинает рассказывать Историю Знаете У меня просто настроения нет Он говорит Грех у порога Лежит у тебя Если вдруг у тебя Что-то плохо в жизни Это следствие Что что-то тобой Господствует Если ты не имеешь Жизни радости Радость Счастье Это что-то внутреннее Если в тебя Не прет От всего этого Бывает такое Я знаю Бывает такое У меня тоже Но нужно посмотреть Правде в глаза Что угнетает Тобой Может грех унитать Какие-то вещи Неправильно ты сделал Мыслишь Может неправильно Испугался Чего-то Но он говорит Ты имеешь власть Над этим грехом Каин не отнесся Никак к этому И написано Пошел и убил Брата своего И первое преступление Было где совершено? На работе То есть оба работали И в поле Было совершено Первое преступление Раньше не было Ни церквей К сожалению Или к счастью Была одна работа Люди работали Трудились И первое преступление Было сделано на работе Мы приглашаем консультантам Консультантов Ждем от них Сложных решений Трудно применимых К делу Рекомендаций Роемся Бесконечных справочников Покупаем новые Учебные пособия Нам надо Возненавидеть Всякую бессмыслицу И восстановить Свой прекрасный ум И не уклоняться От простоты И потихоньку Развивать Божье Представляете Сколько примеров Потому что Бог дал нам Написано Что От него И мы во Христе Который сделался Для нас Премудростью Искупление И мы имеем Что? Ум какой? Мы имеем его Даже если нам кажется Что мы его не имеем Потому что Наша стереотипная жизнь Это следствие того Что мы верили И вследствие этого Мы действительно Наш ум повредили Но В истине В оригинальной Это как я Жил в проклятии Хотя я был благословен Вы понимаете? То есть Моя жизнь Была благословенна Иисус не пришел Ко мне 6 лет назад И благословил меня Вот мне Господь благословил Теперь я богатый человек Он меня не благословил Он меня благословил 2000 лет тому назад Просто я 6 лет тому назад Это понял Когда я понял Я стал свободным От угнетения А то ходил Знаете Работаю Денег нету Ковыряю себя Знаете Вот Ну представляете Как трудно Осуждение Ну Страшная картина Кто это знает? Просто страшно Ходишь Ну просто Жить не хочется Честно говоря Никакой радости Никакого оптимизма Никакого Знаете Вот Постоянно Думаешь 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 Что ты думаешь Что не так Что плохо И так далее И так далее Но когда ты понял Свои права Когда ты понял Истину Ты стал свободным Все проблемы Лежат в невежестве Но Я так рад Что Иисус Христос Из Назарета Он Как и вчера Так и сегодня Он ходит И исцеляет Всех Которые угнетены Которые Угнетены Невежеством А через невежество Дьявол нас угнетает Он приносит В нашу жизнь Обман Ложь О нас самих А человек Если он неправильно Думает о себе У него нет Никакого достоинства Даже если у него Есть и цель У него есть страсть Но знаете Страсть без достоинства Это знаете Для меня Скальпель В руках Нездорового человека Понимаете Когда человек Имеет Представьте Большевики Они имели страсть Целью стремленность Но у них Вот видя Что к чему Это все привело То есть они Такими мощными Ресурсами Просто Ну Превратили наши страны Которые Прекрасными были Просто я верю Что наши страны Вот Беларусь Я считаю Беларусь Что это была мощнейшая Страна В 16 веке Наши прадеды Которые там жили Они если в Европу Писали конституцию У нас первая Библия Францесса Скорина Написал В Беларуси У нас умнейшие люди были И вот через невежество Это Через вот это Ну вот это вот Потому что Люди С 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 Делал Через что-то Контролировать Через что-то Он ему Приносит Вот это вот Как это называется Невежество Вот это вот Угнетение И наша задача Потому что Мы все были невежественны Иисус Христос Он пришел для всех Он для всех был разбит Чтобы нам Принес Чтобы нам передать Самим-самим Быть в этом достоинстве И принести это Достоинство Другим людям Поэтому мы уважаем И любим других людей Потому что Они такие же Божьи творения И неверующие люди тоже Мы не лучшие Бог их любит Понимаете Просто они что-то не знают А если они тебя не понимают Это тоже твоя ответственность Это не то что Знаете вот Это тоже твоя ответственность Если человек не понимает Проще всего Знаете Ай Харик Бог там Разбирается Ну а давайте подумаем Проанализируем Какие у нас намерения К этим людям Давайте проанализируем Какой у нас подход к ним Ну честно Проанализируем Начнем думать об этом А готов ли мы взять ответственность Люди покаясь Готов ли мы их Я помню мы с женой ехали В поезде И У нас мы два купе взяли В купе И этот парень пришел К нам сел А он как бы Зайцем решил ехать И он как-то всех обдурил Типа кого-то провожает Оказалось Он кого-то не провожает И он какой-то уголовник был Весь В наколках И пьяно И знаете Я так Знаете Как-то мне неприятно Все это стало Потому что он Как-то так Я тут с вами поеду И мне хотелось его слушать Ну знаете Вот оттуда Я с женой еду В Москву В купе Зачем я Как-то я сейчас А он сел Как-то провожает А на самом деле Он никого не провожал То есть он обманул И знаете Я вдруг проникнулся Что это человек Который знаете Я же тоже никогда Бога не знал И я когда проникнулся Глубоко Что Вот он едет Такой вот Знаете В тюрьме отсидел Там Выпивший И я проникнулся Глубоко Что Бог его так же любит Что он В секунде от него Потому что Если он познает истину Истина Такую силу Может сделать с ним Что он станет свободным И я значит Настроил свое сердце Внутри Начал с ним разговаривать И вы представляете Этот парень покаялся Реально Реально покаялся Не то что я его Знаете Заставил Или как-то Я его знаете Ну то есть Понимаете Но первая была проблема Со мной Я свое сердце настроил И он покаялся реально Я его положил спать На свое купе сверху Помолился за него И я помню Я сидел в этом купе внизу Я был такой счастливый человек И я не спал всю ночь Сидел там За него молился Но я пережил Такое счастье А он должен был ехать В банду В Москву И мы с ним сели Поговорили Он сказал Юра знаешь что Он реально изменился Вы представляете За ночь Он говорит Я в банду не поеду А он сделал преступление В Минске Какое-то И скрывался оттуда И он вернулся В Минск Покаялся Навел порядок Там где он Сделал преступление И не поехал В банду То человек полностью Изменился в своем жизни То есть В любом В любом деле Любое угнетение Оно решается Только Познанием истины Мы молимся Для чего? Приходим к присутствию Божьем Чтобы нам познать истину Чтобы нам понять истину Чтобы мы были свободны И не были угнетаемы Здравый смысл Это мудрость Это очевидная истина Простые идеи Очевидны Потому что Их окружает Орел истины Доверяйте своим инстинктам То есть Здравый смысл Это еще знаете что Это наш инстинкт И очень важно Его развивать Это наша интуиция Мы иногда не можем Ну знаете Как-то доказать Вот я Помните Как апостол Павел Он хотел ли плыть А не на корабле А Павел говорит Нам не надо плыть Потому что я Чувствую Что Плавание будет трудно Для нас Но люди говорят Ну Горумча же знает Знает Что это самое Ну Начальник корабля Нормальная погода Шторм У нас хороший корабль И написано Что люди Больше доверяли Горумчу Чем слова Павла Павел проинтуичил Что так делать нельзя И вы знаете Потом были проблемы Корабль Разбился И они еле спаслись То есть Здравый смысл Это наша интуиция И даже книги Об этом говорят То есть Мы внутри Имеем интуицию От Духа Святого Часто очень Когда я приезжаю Делать какие-то Ну какие-то В бизнес приезжаю Какие-то там Ну например Ну проблемы Какой-то Фирме проблемы Я приезжаю туда И я первое что Начинаю Всегда настраиваю Себя на интуицию Я приезжаю Смотрю на ситуацию И интуитивно смотрю Что здесь не так Интуиция Это первые твои импульсы Интуиция Это здравый смысл Хотя иногда Нельзя ее доказать Павел не мог доказать Почему плыть нельзя Интуиция Нам этого делать нельзя Вообще Даже не знаю Как объяснить Ну понимаете А люди хотят Объяснение Все такое Я не знаю Вот первое что я видел У этого человека С ним Ну не надо С ним идти в партнерство Особенно у женщин Это развито И вы же знаете Дорогие мои Всякий раз Когда мы делали ошибки Потом возвращались Что-то же внутри было Не делай это Помните Было же такое Что-то же внутри было у меня То есть интуиция Это здравый смысл Он нам подсказывает Это очень мощнейший инструмент Потому что мы Бизнесмены Предприниматели Мы идем в рынок И поверьте мне Нам никто не будет Просто так отдавать У нас впереди ждут Продажи Акции Открытие салонов Магазинов Там Компании Встречи с людьми Много денег Кредиты Может какие-то То есть много таких Бизнес Каких-то действий И в них Нужна Здравый смысл И интуиция Интуиция Запишите Интуиция Это здравый смысл Почитайте об этом В Библии Вот это апостол Павел То что я вам сказал Итак давайте Подведем итог Значит Первое что Бог нам дал Быть Менеджерами И менеджерами Продуктивными Чтобы быть Продуктивным Менеджером Нам нужно Первое Не лениться Думать Не лениться Думать Постоянно Думать Размышлять Думать Думать О эффективности Своей работе Насколько я Эффективен Правила Парета 20% времени Дает 80% результата 20% сотрудников Дает 80% работы 20% жизни Могут дать 80% твоей миссии Зачем я Измерил о миссии Что нам делать Посмотреть на этих 80% Что там у нас не так Исключить Какие-то Непродуктивные Ненужные вещи Нашей жизни Которые Никакого толку Не дают Ни семье Ни Богу Ничему Телевизор Смотреть Какие-то пустые Фильмы Нам иногда Некогда Почитать Книжку Хорошую А мы можем Запросто Я сам иногда В телевизор Включил Может я вас Пять часов Посидел Такое Бывает Я сейчас Уже такого Не бывает Но бывало Такое Что пять Часов Могу Просидеть Какая Протудилась От этого Скажите Никакой Ночь Еще хуже Ночью Какие-то Кошмары Сняться Какая-то Голова Какая-то Грязь Какая-то Порнография Может вылезти Ну согласны Или нет СМИ У нее Забитые Информации Какая Продуктивность Убери Этих Пять часов Своей Жизни Ну понимаете Анализируй Вникай в себя И в учение И занимайся Этим Как Постоянно Не ленитесь Не ленитесь Никогда Думать Анализировать Уберите Там В офисе Ваша Работа Расставляйте Приоритеты Все Что угодно Делайте Будьте Продуктивными Эффективными И запомните Очень легко Быть занятым Но трудно Быть Эффективным Это труд Надо трудиться Читать Какие-то книги Разговаривать С людьми Эффективными Повыкидывать Ненужные Какие-то вещи Убрать Со своей Вообще Поставьте себе Задачу Как быть Эффективным Ну конечно Не сверх такими Что вы уже Будьте такие Забиты Зашторены Что К вам не подойдешь Тут такое Тоже Крайности бывает Там люди Настолько Эффективными Становятся Что Ну Будьте Ну в странном смысле Пусть эта эффективность Вам приносит Радость Ну какую-то Знаете Полезность Потому что Когда человек Производительный Продуктивный Ну какой-то Кайф Какой-то Есть от этого Понимаете Когда у него Рост идет Когда у него Какое-то идет Развитие в жизни Ну приятно От этого Потому что Когда человек Стоит на месте Или хуже Знаете Какой-то внутренний Ну какой-то Комплекс Начинает развиваться Нужно развиваться Не ленитесь Думать Второе Не уклоняйтесь От простоты Простота Это великая сила Простота Это смотреть Правде в глаза Ставить вопрос Ребром Неприятно Иногда Неуютно Но это Ненадолго В виде В своей жизни Что-то не так Поставьте задачу Посмотрите Что В вашей жизни Некомфортно Почему это не так И старайтесь Просто Нормально Назвать вещи Своими именами Потому что Иногда Даже человек Молится Он Молится И не понимает Бог не понимает Что он хочет Человек говорит Боже я люблю тебя Господь не я тебя Боже я хочу быть с тобой Но будь Боже веди меня Куда Ну то есть понимаете Куда вести тебя Ну Веди Куда-нибудь Короче Ну хорошо Пошли Никуда И там Когда придем Поймем Что вы нигде Ну я не говорю Что вы такими зашторены Но старайтесь В своей жизни Как-то вот эту Простоту Не уклониться от нее Смотрите Здравый смысл Простота Ну вот это я Вот свою такую Поднял Небольшую Пробость Ну вот отсюда Таки взял вам Идеи Ну и еще Такая очень Как бы важная Вещь Думать Сложно Вы Вы попадетесь На лень Люди Ленятся думать В основном Богатые люди Это те Кто не ленится думать Это не Ну вот все Если Не если Короче Даже в евреях Написано такое обетование Чтобы вы не обленились Получить обещанное Обетование Там Сейчас буквально Прочитаю вам Это место Писания Чтобы у вас было основание В евреях Шестая глава Двенадцатый стих Желаем же Чтобы каждый из вас Для совершенной уверенности В надежде Оказывал такую же ревность До конца Дабы вы не обленились Но подражали тем Которые веру Долготерпеную Наследуют обетование То есть Наследовать обетование То что мы сегодня говорим Обетование Все мое твое Мы менеджеры Бог нам дал дух Это все мощные обетования Но Эти обетования Могут остаться обетованиями Но их нужно В свою жизнь Принять Думать о них Исповедовать их Развивать их Размышлять о них Рисовать картины о них Как Авраам Выходил на берег И Бог говорит Посмотри на песочки Он смотрит на песочки И что? Вот каждый из них Писчинок Это твой будет наследник Вот это будет Сара Вот это Ревека И он смотрит Точно у них роды Он начинал Как бы думать об этом Все на звезды Вот это тоже будут У тебя все твои племена Он смотрит Точно у них Вот девочки Вот мальчики Вот правнуки То есть Не обленились Но подражали тем Которые веру и долготерпение Наследовали обетование То есть Вот эта лень Такая опасная Я не знаю Как с ней бороться Но лень она у всех Нет Она не у всех На кресте Она была повреждена Я не буду даже Говорить об этом Но это лень Видите Она приходит Люди ленятся Проще Знаете Легче Следовать за какими-то Лидерами И легче Быть просто Каким-то Знаете Вот я бы Чем Но вы Менеджеры Вы управленцы Иисус Старь Кого? Царей Вы цари Вы должны Каждый Наспитать свой бизнес Проект Каждый из вас Должен создать Свой бизнес Вы как менеджеры Должны не смотреть Я женщина Я мужчина Сколько вам лет Сколько Это вообще От никакого отношения Не имеет к этому Вы управленцы Вы менеджеры И вы не просто менеджеры Вы должны быть Продуктивными менеджерами Что вам для этого нужно? Иметь здравый смысл Иметь Простоту во Христе Иметь Желание Познавать истину Чувствовать И что вас угнетает Вы там познаете истину И не лениться Долготерпением В веру Наследовать Все эти обетования Размышлять о них Исповедовать о них Говорить о них Проговаривать их Написать их Везде вокруг себя И потом В какой-то момент Ну точно Ну точно Такое и есть В моей жизни И как следствие Вы потом увидите Что в вашей жизни Все это будет И через год Вы будете Жить в других домах Это как меню Вот Первая истина Это что Первоначальная информация Не все знания Сила Мы живем Животный мир А и мы молимся А господь Использовать Вникать в себя Они какие-то Елки-палки Только захотел Быть менеджером Тут обратно Меня домохозяйкой Сделали Нам нужно Нам нужно Думать Нам нужно Анализировать И четвертое Это Оставаться Простыми людьми Все очень просто В этой жизни Поставьте задачи Поставьте цели Цель вам даст Страсть А Как бы Энергия Для выполнения задачи Даст вам Ваше достоинство Достойный человек Он как знаете Магнит К нему идет все Достоинство Это есть Быть тем Необыкновенным человеком А достоинство Приходит от чего Как вы думаете О себе Я сейчас не говорю О том Что вы думали О себе Как-то знаете Эгоистично Ну как-то Ну Я думаю Что вы думали О себе правильно Бог любит вас Он ценит вас Он вложил В вас мечты Он вложил В вас свой дух Он доверяет вам Более того Вы тот Кто есть у него На этой земле Кроме вас У него никого нет И он через вас Хочет творить волю свою На этой земле Уважайте себя Принципы самоуважения Это самая благородная одежда Которую может На себе одеть человек Человек Который не уважает себя Который проклинает себя Он как это дерево Как у индейцев На этих Соломонных островах Он засыхает Он никогда не будет эффективным Если у человека нет энергии Радости Если у человека нет депрессии Какая тут производительность Думайте о себе хорошо Правильно думайте Достойно Я когда начинаю о себе думать Согласно Писанию У меня вообще крышу срывает Как Иисус сказал в 10 главе В Евре Потрясающее место Писания Тогда я сказал Иисус Вот иду Как в начале книги написано Обо мне Исполнить волю твою Божию Потрясающие слова Он говорит Я иду Исполнить волю Божию твою Но я иду С мышлением Как написано В этой книге Обо мне Вы понимаете Прочитайте Что в этой книге О вас написано Не в свете этого ветхого времени А в свете нового времени А там написано Я был когда-то не народ Но ныне я народ Я был когда-то далекий Но сейчас я близкий Я был когда-то мертвый Но сейчас живой Я был в царстве тьмы Но теперь я в царстве света Я был когда-то непонятно кто А сейчас я новое творение Я сын его Дьяволу Расскажите о том, кто вы есть Расскажите сами себе Что обо вас написано в Писании Бог не возлюбил мир Он возлюбил меня Он вас возлюбил Так Его любовь настолько глубоко к вам Что он отдал сына своего За тебя, за меня Кто ценен в глазах Кого он ценит, Бог Он так вами ценит Что он отдал сына своего Вы понимаете о чем речь? А мы себе вычеркиваем Потому что кто-то нам сказал Какие-то другие вещи Вот иду и исполню твой любовь Как написано Где написано там? В начале книги Там вот написано в начале книги В начале книги В начале книги Иисус открыл себя Иисус Откройте себя в Писании Не читайте просто про кого-то Читайте про себя Это к вам относится Пусть Дух Святой, когда будет читать Библию Это будет для вас Я читаю У меня есть одна глава в Библии Пророческая для меня И я там пишу Я читаю и пишу Вот сын мой А я не читаю Я говорю Вот Юра Карманович В настоящее время Я буквально пропитываюсь там Я не читаю просто Вот сын мой какой-то сын Нет Вот я Юра Карманович И Бог говорит Я тебя родил Бог меня родил Я буквально для себя читаю Я открываю себя Я читаю как обо мне написано в Писании Когда я это читаю Приходит энергия, сила, достоинство И тогда я могу сказать Вот иду исполнить волю Божью Потому что когда ты понимаешь кто ты То тебя уже не собьет ни дьявол Ну понимаете Ты говоришь Не просто я иду в бизнес заработать деньги Не просто я иду быть менеджером Я иду как Новый Иосиф Я иду как Мессия Как Христос В рынок В бизнес просто Исполнить волю Божью Как написано обо мне в Писании Обо мне написано здесь Иисус пользовался этим Иисус читал Писание И Он открыл себя Он увидел себя в Писании Он не просто мультики смотрел Он был такой как мы человек Вы понимаете или нет И Он открыл себя в Писании Он увидел себя И если бы Он все это знал Зачем бы Он читать Писание Но Он читал Писание И видел Вот оно обо мне Вот оно обо мне Если Иоанн Креститель сказал Что меньше вставься в Божьем Больше любого пророка О ком это говорится О ком это говорится Обо мне Оказывается я Согласно истины Больше любого пророка Потому что Бог живет во мне Оказывается у меня ресурсов Силы Мощи Или ресурсов больше Чем у Давида У Ирии У Елисея Даже больше чем у Иоанна Крестителя У меня Это обо мне Говорит Писание Когда тебя вот приходит Говорит Слушай То же что ты себя возомил Я говорю Я Меньше вставстве Божьем Но у меня Больше ресурсов Чем у пророков Тебя пророки гнали Я тебя буду вообще гнать Если я тебя молюсь Три дня Я тебя буду ногой Раз И тебя нету И за три дня Я тебя не буду молиться За твои твердыни За князей твоих Я взглядом буду тебя испламенять Вы понимаете Потому что в нас живет Бог Такого никогда не было Бог помогал людям Но во время Нового Завета Христос настолько Сделал искупление великим Что Он сделал нас Святыми чистыми Настолько Что сам Дух Святой Может жить в нас Аллилуйя Это такая мощь Такая потрясающая сила Когда мы это понимаем Мы смело говорим Вот я иду исполнить волю Божью Я иду Потому что я Прочитал в начале книги о себе Короче Я прочитал в начале книги о себе Что я сотворил по Его образу Что Бог вложил в меня ресурсы Быть хорошим менеджером Продуктивным менеджером Если Бог мне дал это поручение Значит Он мне дал и средства Ресурсы для этого Даже если мой менталитет Моя история Мое окружение Мой весь мир вокруг меня Говорит мне обратное Так всегда говорят люди Потому что люди В основном живут в невежестве Какой-то Лопухами какими-то Но человек Который открывает себя В Писании Который открывает себя Во Христе Который открывает силу Нового Завета Крови его Все он становится просто Он просто опасный человек становится Человек который задает вопросы правильно Размышляет Думает Правильно молится Правильно говорит слова Правильно исповедует Ребята У этого человека в словах другая сила Потому что он говорит не как Батский грешник А как власть имеющий Он говорит не как просто Какой-то человек второго сорта А как сын Как гражданин царства Божьего У которого есть права Бога На этой земле Который понимает глубоко внутри Что Иисус забрал всю власть И силу дьявола И вернул ее мне Не просто людям Не просто мне вернут И я сегодня имею власть над ним Я это осознаю Я этим живу Я этим пропитан И я не просто иду в рынок Просто заработать себе на деньги Я иду исполнить волю Божью Я буду продуктивным менеджером Я буду Устроить, делать, творить все что угодно Все что Бог вложит На мне сердце Я реализую все свои таланты Все свои способности У меня есть достоинства И у меня есть цель А человек, извините меня С достоинством И с целью Он все перевернет Любые какие-то ситуации Хорошо Ну в общем-то 6 часов Такие вот мы прошлись А у нас сейчас 6 часов А где пришел этот молодой человек? Вы да А в 6 часов Должно какое-то здесь Какое-то быть уже мероприятие Нет, нет, нет Сергей должен какой-то прийти Вот Ну вот Мы прошлись Давайте сейчас помолимся Потом вопросы Пока эти будут идти Давайте мы сейчас помолимся Закрепим А потом будут вопросы И пока нас не выгонят Мы будете Ну как придут Да Ну в общем такие вот Такие вот мысли Я вот что собрал у себя В компьютере Что-то у меня в сердце было Спасибо Да, то есть Ну Возьмите эти слова просто Ну употребите их в своей жизни Я вам все что говорю В своей жизни И своей практике Давайте помолимся Сидя, давайте закрой наши глаза И скажем Дорогой Иисус Спасибо За то, что ты Пришел на эту землю И ты исцелял всех Которые были угнетены дьяволом Господь, та область Где я угнетен Просто дай мне высветить ее И дай мне познать истину Я не хочу Я просто отказываюсь Я отказываюсь в своей жизни Быть угнетенным Дьяволом Это любым невежеством Любым ограничением Ты меня создал Чтобы я не был Не был под угнетением Ты создал меня С целью Володычествовать Быть менеджером И продуктивным менеджером На этой земле Ты привил меня К самому себе, Господь Ты сказал, что ты Что я ветка на твоей лозе И ты сказал, что эта ветка Должна приносить много плода И просто я Я просто вижу себя продуктивным Потому что я привит К твоей лозе К твоей лозе Я чувствую Как сок Силы Энергии Духа твоего Течет через меня Я вижу себя другим человеком Я вижу себя Действительно в Писании Я вижу себя Как человек Который исполняет волю Божью И не просто Я отказываюсь Жить неэффективно Я отказываюсь Проводить время Как в этой правиле Про это Неэффективно Какие-то телевизоры смотреть Какие-то пустые разговоры Какие-то ненужные журналы читать Я Я создан Чтобы Бог Прославился И чтобы моя жизнь Принесла много плода Много плода Много плода И пусть Бог Прославится в моей жизни Как бизнесмен Как предприниматель Я принесу много плода Во имя Иисуса Христа Я благословляю каждое семя Которое было посеяно Господь Пусть здравый смысл Пусть здравый смысл Он будет развиваться у меня С сегодняшнего дня Интуиция моя Чем мне заниматься С кем мне заниматься Интуиция Когда я что-то делаю Дай мне тут Духовную интуицию Чтобы я не влез Ненужные вещи Во имя Иисуса Христа Слава тебе Господь Амин И сейчас я увидел Что многие люди Сейчас в Украине Влезли в разные проекты Очень много денег потеряли Я слышал да Потому что Вы все интуиции Вы имели интуицию Что это делать нельзя Но влезли Не послушали себя Все люди С которыми разговаривали Они говорят Все знали что не надо Но знаете Все работает Проценты идут Капает А внутри чувствуют Что-то здесь не то Что Дух Святой Он Дает им импульс Как я не сказал Что у нас у верующих Больше привилегий Вы понимаете Что Дух Святой Дает им интуицию Не лезть туда Это плавание Будет опасно для жизни Я не знаю почему Я не кораблестроитель Но будет опасно для жизни А мы плывем Потом нас рвет Выкидываем вещи все И так далее Праведник Праведник Прозорливостью спасается Что такое прозорливость Интуиция Бизнесмены Это те люди Которые интуиция Это понимаете Человек который Научится Слышит свой дух Свою интуицию Он может одним действием Делать такие продуктивные вещи Что другие будут просто Как знаете Arbeit in Macht Freight Только работайте Работайте А другой раз И такой же эффект Такая же производительность Ну хорошо Чем говорится Был вы богатый Тем вам и поделитесь Большое вам спасибо за внимание Аплодисменты Скидать вам эти элементы Потому что они мне лично помогли Они мне помогли И я иногда тоже Таким трудоголиком хочу быть Чем больше думаю работаю А анализировать иногда Знаете Больно Так как-то Знаете Не хочется Начнешь анализировать Чувствуешь У тебя полное А не хочется Ну понимаете Ну так Стихаря начинаешь Смотреть Боже Ну знаете Это бой Она короткая Потом будет лучше В семье Может быть плохо Проанализируйте Чтоб вам Эффективно Начинать молиться Что-то делать Ну понимаете Со здоровьем Может быть что-то Люди не хотят В больнице ходить Люди не хотят Анализы сдавать Смотреть на себя Со здравым смыслом Понимаете Надо анализировать Мы должны долго жить Наши тела должны быть Красивыми Здоровыми Вот Ну давайте Какие-то вопросы Пока нас тут не выгнали То есть здесь Значит смотрите По институту Значит смотрите Я вам советую Учиться серьезно Я бы мог Рассказать вам Столько историй По поводу Чему я научился В университете В этом Хороших Практических Значит А вы здесь С Украины Или с России С России С России тоже В России Будь в Москве Вам нужно Смотрите А как мне вам Что мне сделать Сайт По времени Сайт есть Да Где Где Значит смотрите Кто хочет учиться Поднимите руку Давайте Кто хочет учиться Останьтесь здесь Мы с вами отдельно поговорим Вон там Договорились Нет Скажите пожалуйста Вы В общем то Расскажите Сколько цена Значит цена 980 евро за год Это хорошая цена Высшее европейское образование Учеба проходит Раз в месяц Три дня Обучение Очень интересное Современное Проходят академические Часы Тренинги Разные Дисциплины Планирование Бизнес Макро Микроэкономика Маркетинг Менеджмент Реклама Диалогия То есть обширная Обширная информация Группа очень интересная В основном верующие люди Новых друзей Новых партнеров Найдете себе Вот например Здесь вот Леночка учится Лена вот учится здесь Она может тоже Можете с ней поговорить тоже Она учится Вот мы Вместе с ней учимся Через полгода Мы заканчиваем уже Этот университет То есть мы Я даже там буду преподавать Скорее всего В ноябре уже Может вам даже буду преподавать Документов Нужно какие Ну простые там Свидетельства Ваших образований Школы если есть Учиться Значит европейское обучение Идет какое Два года вы учите Получаетесь Высшее образование Еще два года Получаете Бакалавра Еще два года Ну то есть Европейское образование Идет по два года То есть первых два года Вы получаете высшее образование Потом еще Если захотите учиться Получаете еще два года Получаете бакалавра Потом, если хотите дальше учиться, советую вам, еще учитесь два года, получаете магистра. И после этого, советую вам тоже, надо поучиться еще четыре года, по-моему, получаете доктора. Десять лет. Ну, то есть, учиться нужно всегда. Самое опасное, когда вы перестанете учиться, это все самое страхное. И через эти университеты мы учимся, знаете, приобретать навык усидчивости. Ну, такой, знаете, экзамены там определенные. Ну, ничего страшного там нет такого, не переживайте. Ну, очень интересно. И знаете, сам метод. Вы когда поймете, как это обучение проходит, вы настолько, у вас кругозор расширится, что вы можете у себя дома. Я даже своими детьми уже по-другому применяю какие-то уже методы обучения, которые я научился в университете. То есть, со своими детьми. Я уже не говорю о сотрудниках, они меня полностью, я их обучаю уже с элементами, теми, которыми я научился в университете. Конечно, офис мой, мой работник, у меня куча людей работает. Мы с ними именно, не просто я сижу, качаю их, мы с ними играем. И, понимаете, то есть, я вижу людей, мы с ними развиваемся, играем, проводим тренинги, семинары в этом плане. То есть, как бы, ну, просто я учусь там, поверьте мне, мне 45 лет, 5 детей, у меня куча времени тоже. Но я уделил раз в три дня, и мы учимся. Более того, учится даже моя жена, у которой тоже 5 детей. Мы с ним взялись за ручки и поехали учиться. Молодцы, слава. Понимаете, и мы счастливы, интересны, а детей на три дня... Каждый месяц уезжаем? Уезжаем. Мы учимся в Киеве, и я приезжаю на сессию в Киеве, а сессию до Еврики. Он говорит, раз в месяц, три дня не приезжает. Я учусь на бизнес, на бизнес-факультете, есть бизнес и капелланство. А жена? Жена тоже на бизнес. То есть, в Киеве начнется с 3 октября обучение, в Москве с 3 октября, и в Минске, может, планироваться, и в Варшаве, но и в Еврики, само собой. То есть, делом удобнее приезжать туда. Ну, вам просто советую, я не могу вас просто заставить, но невежество должно в христианстве найти могилу. Самая вот эта опасная вещь, это невежество. Когда человек что-то знает, и знает истину, друзья мои, он счастливый человек. Это христианский колледж управления, КВК. Называется КВК, КВК... По-моему, а кто помнит сайт КВК, по-моему? КВК... 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 Ну, когда ты владычеству, когда ты делаешь, когда ты сделаешь что-то против воли человека, ну, понимаете, когда ты насилуешь человека, понимаете, то есть договориться сложнее, для этого нужно труд, терпение, жертва, а проще насиловать, понимаете, ведь, как бы, проще сделать что-то, получить результат, не спрашивая человека, но толку от этого нет. Мы, например, проводим тренинги командные, где участвуют все, и цель этого тренинга командного, чтобы мы все договорились, когда мы делаем задачу, простая задача, простая, вот представьте, два столба веревка натянутая, ну, представляете, задача 10 человек, переступить через эту веревку, на любую высоту натянуть ее и перелезть, ну, сложно или нет? Невыполнимая задача, 3 часа ее делают люди, потому что они должны договориться, на какую высоту, кто как должен переступать, за кем, и цель, чтобы все 10 человек были довольны, что они принимали участие в этом деле. Знаете, как делается? Ну, все, давайте, короче, насыпем на маленькую высоту и переступим. Перешли все довольны? Я спрашиваю у них, все перешли? Все перешли? А все довольны? Все довольны? Я смотрю, парень стоит грустный, а отчего ты недоволен? А он говорит, а у меня вообще никто не спрашивал, на какую высоту нужно веревку повесить? И я говорю, да. А он говорит, какая тебе разница на него? То есть на него наезд. Он говорит, нет, просто у меня никто не спросил, если мы в команде, и мы начинаем наезжать. Да какая тебе разница? Главное, чтобы отряд задачу выполнил. Понимаете? Вот конкретная вещь, когда у человека даже не спрашивают, одним владычеством, у него даже никто не спросил. Он бы с удовольствием перелез через эту веревку, он бы согласился, но у него никто даже не спросил. Его мнение. Мы спеши в этой жизни? А ведь сила команды, сила людей, это такая силища. То есть мы должны нашу энергию направить на владычество над этим миром, над материальным, над всем этим. Но над любви, понимаете, Бог сказал владычествовать над рыбами, над этим, помню. Но над человеком там не было, в человеке. И, понимаете, вот если взять чисто по жизни, я смотрел, что никому из людей, даже верующим, не нравится, чтобы над ним кто-то владычествовал. Они хоть смиряются, хоть они, но внутри они гордят. Понимаете? Даже Дух Святой не владычествует над нами. Он любит нас, утешает, дает нам выбор. Если Он владычествовал над нами, мы бы не могли грешить. Мы грешим с Богом. Потом Он не владычествует, у Него ничего не может сделать. Понимаете? Представляете? Бог живет в нас, а мы делаем грех. И Он ничего не может сделать. Он нас не контролирует. Полная свобода. Вы же представляете вот? Это серьезное откровение. И, честно говоря, я сам для себя всегда себя анализирую. Я это осознаю. Но, знаете, есть степени такие, знаете, обучения. Есть такая степень, как бы, обучения, чтобы вы понимали. Нету еще этих звезд? Нет, они уже передумали. Нету пока. Есть такая степень, неосознанная некомпетентность. То есть, ты не осознаешь, что ты некомпетентен. Это всегда в процессе обучения. Потом есть осознанная некомпетентность. То есть, ты уже начинаешь осознавать, что ты некомпетентен. До этого ты жил себе, вдруг бах, тебе сказали. Ты ничего себе. Оказывается, есть вещи, которые вообще не понимал в жизни. Вот вы сидите здесь, слушайте, оказывается, а ты даже этого не осознавал. Ну, правильно? Есть такое. У любого человека это есть. Потом, после, например, семинара сегодняшнего, ты начнешь осознавать, что ты некомпетентен. То есть, оказывается, что ты не осознавал, что владычество над людьми нельзя. Кто из вас это знал? Ну, знали, да. А кто ты не знал? Потом ты осознаешь, что ты некомпетентен. Потом ты осознаешь, что ты компетентен. Ты познал истину. И ты уже понимаешь, что ты компетентен. Ты не владычествуешь. Ты это осознаешь. Ты контролируешь это. Ты раз, оба. Вот здесь я контролирую. Ты, Господь. Ну, то есть, ты уже осознаешь. То есть, ты как бы диагност, ты уже диагност в своей жизни. Понимаете? Чуть. Что ты сделал не так? Оба. Я обратно уже контролирую. А мне нужно остановиться, поговорить с человеком. Можете принимать решение. Помолиться за него. Я тоже с одними там партнерами просто не буду говорить. Я уже, честно, хотел их там поводочевать над ними. А знаю, что это неэффективно. Толку не будет. Я понимаю. Просто Библия говорит, что это, ну, как бы, владычество над людьми, это... Это вообще колдовство, по большому счету. Это запрещено. Это безбожие. Я вот понимаю, что... А хочется же, ну, дело сделать. Искушение это дело сделать есть? В ближнем твоем такое же вот так. Да. А искушение дело сделать хочется. Дайте ему подзак. Быстро делай. Мне все равно твои чувства. Я уже осознаю, что это делать нельзя. Осознаю. Начинаю молиться за этих людей. Два-три дня молюсь. Говорю, Господь, ну, такое дело не хочу контролировать. Даже готов не иметь результата такой ценой. Понимаете? Мне лучше иметь мир. Я не хочу этой ценой иметь. Это же результата. Даже денег не хочу. Ценой там, что я... Люди будут делать это неосознанно. Они будут делать, как рабы. Через три дня смотрю. Они сами звонят. Говорят, слушай, Юра, ну, нормально все-таки. То есть смотрю, отношения наладились. Мы все сделали. То есть мне надо было три дня просто за них помолиться. Но вопрос был во мне. Потому что, ну, знаете, и четвертый этап, это уже... Это неосознанная компетентность. Когда ты уже живешь, ты не осознаешь свою компетентность. Я, например, бизнесмен уже 20 лет. Я, ну, хороший бизнесмен. Но я, честно говоря, не осознаю. Ну, каким-то вот... Вот мне говорят, расскажите о бизнесе. А я, честно, даже не осознаю, как это рассказать. Потому что я уже, ну, как бы, работаю. Ну, как бы, у меня автоматически все. Ну, понимаете? И мне, чтобы даже, вот, простить, тренинги, я, честно, так... Господи, что мне вот на семинарах рассказать? Вот, серьезно. Я так сел в компьютер, прочитал свое вот такое вот... Вот это свое какое-то выступление. И так мне понравилось все-таки, да, вот, думать. Простота. И вот мне, ну, вот, мне почувствовал, что вот... И утром про эти принципы рассказал. Вот, потому что, честно, я вот даже некоторые вещи не осознаю. Я их делаю автоматом. Компетентные вещи некоторые. Поэтому вы в своей жизни тоже, когда вы начинаете что-то учиться, вы не осознаете даже. Потом вы осознаете свое, что вы ничего не знаете. Вы это классно осознавать. Потом вы осознаете, что вы что-то знаете, а потом вы плаваете, вы просто парите, потому что вы уже будете неосознанно компетентными. Это как за рулем. Ты на правах учился, когда сел в машину, ты понял, что ты вообще ничего не понимаешь. Коробка. Помните, потный, мокрый, да? Потом ты решаешь осознавать. Первая передача, да? Потом ты третья. Осознаешь свою компетентность, что ты уезжаешь. А потом ты едешь еще и по мобильнику, еще ля-ля-ля. Ты что, ты даже не знаешь, где тебя... Ты же знаешь, что у тебя сцепление нажмут. Ты же даже не... Да? То есть, понимаете меня? Да. То есть, ты даже не осознаешь. Ты едешь там по мобильнику, там еще кому-то ля-ля-ля. Ты уже просто профессионал. А в начале как было? Мокрый. То эти процессы мы должны учитывать. Кстати, я тоже этому научился в колледже. Какие вам ремарки? Короче, владычество для людьми не за. Я этому учусь. Нужно с ними договариваться. Нужно их уважать. Нужно их любить. И лучше не сделать что-то, чем сделать это на крови людей. Или путем, когда ты переломал кого-то. Потому что цена такая, знаете, никому не нужна. Я, честно говоря, в своей жизни имел это. Честно говоря, потом возвращаешься. Каешься. Ну, понимаете. В семье особенно. Пусть в наших сердцах владычествует. Мир Божий. Дух Его. И то Дух Святой, он и то не владычествует. Он утешает, любит нас, поддерживает нас. Понимаете? То есть вот эти вещи. Пусть мы свою энергию, свое владычество вложим в ресурсы, в предпринимательство, в рынок, в работу, в производство, в товары, в услуги, все что угодно. Дороги построим. Над бетоном давайте владычествовать. Над железом. Над какими-то, не знаю, конструкциями. Сделаем хорошую дорогу. Давайте этот берег сделаем красивым. Хотя здесь идея в палатках, здесь не надо. Юрий, какую литературу бы вы рекомендовали читать? Литературу какую-то. Ну, значит, по простоте хорошая книжка есть. Ну, там не все хорошо, но там есть идея, это сила простоты. Какой-то американец, сила простоты. Я прочитал вот это. Почитайте книги Тело Осборна. Лучшие в жизни. Там хорошие принципы, семь принципов. Очень мощный принцип там о достоинстве он дает. Это просто, я считаю, бестселлер. Принципы достоинства и самоуважения. Потому что, когда человек уважает себя, у него, ну, просто внутри он становится мощнейшим человеком. Потому что люди, в основном, живут, они не знают, кто они. Ну, как бы, вот это такая низкая самооценка. Вот про простоту, это сила простоты. И про достоинство вот есть семь. Сейчас. Лучшие в жизни, лучшие в жизни. Тело Осборна. А сила простоты тоже Осборна? Нет, сила простоты это какая-то книжка, не знаю, какой-то. Какой-то. Траулта там какой-то или что-то такое-то. Сила простоты. Там вообще вы поймете, что все просто в жизни. Но я когда читаю это, я все, там же всякие философии, но я все через Коринфином. Я, ну, как бы, принцип простоты. Он сам по себе принцип простоты. Потому что, понимаете, мир, он такой усложняет все, чтобы мы поняли, что в бизнесе так сложно. Законы, деньги нужны, связи. Зачем мне это надо? Лучше я буду спокойно жить. А вдруг я... Похожусь. Подруга влезла в кредит. Понимаете, то есть, такие, знаете, еще люди ходят такие в костюмах, в галстуках, такими словами говорят, странными. Мерчендайзинг, маркетинг. Какие-то слова такие-то, приоринг какие-то. Сидишь, как лох, как дурак какой-то. Вы чего не понимаешь? Я сам все равно был дурак, ничего не понимаю. Я говорю, что это такое? Это отдел сбыта, маркетинг? Так так и скажите. По-простому. Мерчендайзинг, говорят, товары на полках расставляют? Так так и скажите. Ты сидишь, как дурак, такими словами. А как не каждый из них, они даже и три рубля не знают, как заработать. Только говорят. Понимаете, мы все делаем? Просто все. Вопрос, если ты это хочешь. Если ты этого не хочешь, ничего не будет. Если ты хочешь быть менеджером, мощным, сильным, преуспевающим, исполняя волю Божию на этой земле, эффективным, вообще проблем для тебя нет. Вопрос, что люди ничего не хотят. Они хотят быть потребителями. Мышление потребительское. Вот мне нужны деньги, чтобы мне машину купить. Квартиру. Вот. Это вот эти мысли нужно убрать. Думайте о том, что вы можете сделать. Хорошее. Все остальное. Квартира, машина к вам приложится. Я занимаюсь бизнесом уже 20 лет. Все, что надо для жизни, у меня есть. Квартиры, машины. Ну, все это есть. Я постоянно думаю о главном. А все остальное, но прилагается. Заехал в магазин. Все, тебе купили одежду там. У меня продавец есть, говорит, Дмитрий. Он мне одел. Я вышел. Полчаса. У меня полный гардеробный сезон. Потому что можно потратить 80% времени раньше, как все по дешевке покупить, а 20% вносить из этого. Ну, правильно. Кто из вас так и покупал 8 курток, а 2 носил. Вот его правило Пиретто. Я уже не говорю о времени. Зашел в сезон, купил модную одежду, красивую сезоном, последней модели. И поехал. Ты модный, красивый, актуальный. Цвета у тебя и форма. А то купил, объездил все магазины. Вчерашнюю одежду купил. Ни модную, ни актуальную. По дешевке зато, которую ты не носишь. Ну, может, и вы, и я так вот поступал. Это неправильное мышление. Лень было подумать. Эффективность никакой от этого. Время потерял, деньги потратил. Полный шкаф одежды, а носить нечего, как женщины говорят. Ну, вот, хотелось еще поговорить о стереотипах, о шаблонах, ну, уже как бы, может быть, может, еще в течение дня у нас будут какие-то семинары, так что приходите. Ну, очень важно. Колледж, и пишите вот эти бизнес-планы свои. Пишите, понимаете, вот это вот, лень думать, конечно. Ну, поставьте задачу, пишите бизнес-планы. Даже если, как я и сказал, здесь вас никто не оценит, это ерунда. Подходите ко мне. Я с вами, короче, мы с вами будем делать дела. Нет, делайте, нет, делайте, понимаете. И самое главное, думайте, думайте, анализируйте. Думайте. Вот мы до обеда встречались, во время обеда с семьей здесь, в Севастополе. Раз, раз, у меня такой прекрасный план, мы чик-чик за полчаса, у нас даже такая стратегия вырисовалась, какой у них будет проект. Понимаете, то есть, интересно реализовать самого себя. Вот. Ну, я не знаю, даже с тобой. Я не слышу, что? Защита 26. На защите можно ли присутствовать? Ну, я не знаю, по защите, честное слово, я даже не знаю. Ну, по сути-то, понимаете, даже если ваш проект не утвердят, вы не унывайте, подходите, короче, вы с вами живете. Ну, то есть, суть-то не в этом. Хорошие вещи, они всегда, ну, как бы, ну, начинайте писать, начинайте писать свои проекты. Есть такое мощнейшее правило, я, по-моему, такое дал рекомендацию, ну, давайте, пока нету этих самых. Смотрите, давайте еще, послушайте внимательно. Есть такой принцип, кто знает одного человека, ну, кей, был один человек, жил на земле, и он рассказал сказки своим детям. И один раз, он, как бы, говорит, его доченька говорит, папа, а покажи мне Микки Мауса. А он ей рассказал про Микки Мауса. А он такой в шоке, он говорит, знаешь, что, доченька, ну, как бы, Микки Мауса нет, на самом деле. Она расстроилась, плачет ребенок. Представляете, ребенок стресс. Пошла, плачет, а к ней другая сестричка подходит и говорит, Микки Маус есть. Просто папа его не видел. И этот человек, он, понимаете, вдруг откровение получил, что дети хотят видеть Микки Маусов, Белоснежку. Так была создана компания Уолт Дисней. Он ходил по всем банкам, ему говорили, да вы вообще, его проекты все отвергали. Но в одном банке один банкир сказал, послушайте, вы уже ко мне приходите какой раз уже, наверное, вы сколько банков вошли? Вы еще, ну, сколько? 40 долларов никто за ваш билет в ваш парк не даст. Ребенок, никакой ребенок не заплатит 40 долларов. Ребенок. У него 40 долларов. А он говорит, ребенок не заплатит, но вы дадите ребенку. И банкир сказал, точно. И он оплатил ему этот проект. И Уолт Дисней построил свою студию с тремя комнатами. В первой комнате, с тремя такими, ну, офисами. В первом офисе были мечтатели, которые мечтали. Больше того, говорил, во втором офисе жили реалисты, а в третьем офисе жили критики. И у них, они не общались, они вот, у них были разные входы. Что вы сейчас можете сделать? Вы сейчас можете разбиться по тройкам. найти и систему Молт Дисней используете. три человека. Один мечтатель, у него, какой мечтатель, о нашем бизнес-плане. Второй реалист и третий критик. То есть, вы находите три места. Одно место, очень важно, разные места. Одно место мечты, мечтать, к морю подойти. То есть, вы стоите и говорите, я мечтаю открытым гостиницам. То-то, то-то, в ней будут, и вы говорите, все. Вы не думаете ни о чем, только мечты вы даете. Сзади стоит критик и реалист, они все это записывают. Пять минут, десять минут, ну, потом приходит, приходите в место реалистическое, где такой, типа, офис, ну, например, вот туда за столы. И реалист, но реалист, он друг, он не враг. Он же реалистически говорит, слушай, вот это так, вот это тебе нужно, не надо, вот это пересмотреть. То есть, он дает реалистическую, такую, реалистические мысли по поводу твоих мечтаний. И третий, критик потом тоже дружеский критикует, вот это, ну, как там, как мы, как мы всем, это затратно, критик говорит, это невыгодно, вот это можно сделать, ну, то есть, критик, он критикует этот план, но критикует не как враг, а как друг. И у вас, за 15-20 минут, я вам гарантирую, у каждой, и каждый по кругу, потом тот, кто был мечтателем, становится реалистом, поняли? И так вы проходите по кругу, вы получите такие мощные бизнес-планы, просто потрясающие, я вам точно говорю, вот прямо сейчас, вот если взять практически, поэтому, кто, давайте разбиваться по тройкам, давайте по тройкам разбиваться, а потом, когда я буду проводить семинар, в следующий раз, мы с вами поговорим о ваших бизнес-планах, бизнес-планах, мы их откорректируем, ну, сделаем такой, и им такой, так создался, Олдисней, и вы в мультики все смотрят, и в парк все ездят, начинаете мечтать, говорите, нереальные вещи, все, что у вас в голову придет, смотрите на море, на Бога, на небеса, и грузите все это, не критикуйте, не думайте вообще об этом, начинайте работать мечтателями, потом поработайте реалистами, а потом критиками, и каждый друг дружке помогите, давайте, кто будет писать бизнес-планы, кто будет участвовать в этом тренинге, давайте, давайте, значит так, давайте по троечкам, давайте, давайте поднимите руки, раз, два, три, вот три человека в сторону, и вот вы, два мужчины лежат, давайте дальше, кто руки поднимает, а вы вместе? Нет, вы не знаете друг друга? Нет, отлично, вы трое, дальше вы девушка, вот к молодому человеку подойдите, вот вы троем, вы троем, третья группа, они муж и жена, хорошо, но давайте поменяем вас, не надо, не надо, давайте, вы сюда, вот девочка вот сюда, вы в ту группу, как вас зовут? Светлана, Светлана, вы в ту группу, а вы молодая красивая, вот в эту группу, хорошо? А я куда? А вы, вы в какой группе, вы с этой группой? Нет, нет, вот с этой группой. Давайте, поднимайте руки, давайте сюда быстренько, не еще, пока. Давайте по тройкам, стоите по тройкам быстро сюда, вот по тройкам, встаньте. Задание поняли все? Да, суть такой, Я вам говорю, это потрясающе, это работает. Это не то, что там какие-то, это работает. Желательно, чтобы незнакомые были, да? И очень важно менять места, чтобы мечта была в одном месте, реалистический план в другом, а критика в третьем месте. Поняли? То есть важно менять места, а не в одном месте. Давайте. Первая тройка есть, вторая тройка сюда. Выходите. А кто вас? Не знаю. А куда ушла ваша девушка? Так, давайте. А вы вместе, да? А как сказать? А, вот нет, вы, давайте сюда. Третья тройка, вот сюда. Вот вашу девушку тут возьмите. Вот эту девушку возьмите. Давайте, вы сюда, тройка. Вы с кем? Еще нам могу дать. Вы вдвоем, да? А вы подружки, да? Нет. Третья сюда, мужчину можно. Мужчину сюда давайте нам. Давайте. Вот сюда вы мужчина, давайте сюда, мужчину дадим. Вы реально про это ясно пишите. Компания «Мои мечты» вызывайте. Проект «Мои мечты». Не просто какие-то там. Не просто какие-то там. Давайте. Вы с кем? Потому что она хочет реальную помощь. Вы там, вот вы троем, вы троем. Так, вот третий. Давайте, давайте по группам. Значит, первая, вы первая группа. Нет, жаль. Три бизнес-плана, давайте. Вы вторая. Вы девушки с кем? Давайте. А вы здесь? Давайте еще сюда, люди. Кто, два человека мне надо еще? Вот вы вторая. А вы свободны? Третья сюда идите. Вы свободны или нет? Или вы? Кто остался без группы? Вы двое. Сюда идите вы вдвоем? Нет. Так, мужчину сюда. Вы сюда, вы сюда, вы сюда. Так, еще один человек, я свободный. Вот сюда мужчина. Только, пожалуйста, вы сейчас очень нужны друг другу. Максимально открывайтесь. Когда человек мечтает, ничего не говорите. Как реалисты, вы реалистически, но вы друзья. Вы советуете, чтобы человек не попал в какую-то беду. Он скажет, я хочу там на космос полететь завтра. Вы скажете, реалистично, но космическая пара дорого стоит. Давай на самолете лучше. Ну, то есть вы, ну, понимаете, но если человек говорит в космос, вы не мешайте ему. Первая группа, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, семь групп, да? А вы что? У вас уже все в порядке? Не хотите, да? Это очень хороший тренинг. Значит, семь групп, это 21 бизнес-план у нас будет. Значит, пять минут на каждое. Пять-семь минут. И семь по кругу. Это сколько будет у нас? Сорок? Пять минут. Пять минут. Пять минут. Нет, а каждого. Каждого, каждого это сорок пять минут. Давайте, у нас как раз до ужина есть времени. Мы выбираем водить, да? Нет, нет, каждый из вас идет и говорит про их свои мечты. Говорит, вы мечтаете, какого он будет, все подряд. Вы записываете все. Потом идете в другую комнату и реалистически говорите ему по проекту, по пунктам. Потом критики критикуют, ну дружески. Потом меняется. Тот, кто был мечтателем, становится реалистом. Потом критикам. То есть каждый должен пройти в одной, ну, в одной роли. То есть мы полностью проходим такой Олд Дисней. Вы проекты свои? Свои проекты. А зачем вам чужие? Реалистически. Нет, нет. К вашему реалистическому проекту будет подходить она реалистически, она критически. А вы к ее проекту реалистически, а к ее критически. А почему? Да. Можно сначала еще по мечтаю, а потом? Нет, 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 нет. Делайте вот как я хотел. Хотите что-то, и у вас будет 21 бизнес-план. Мощный. И вы выиграете, вот точно. Вот вы заберете номинации сейчас все. Ну, все. Вот я вам точно говорю. Вот все номинации, которые есть, 3000 долларов вы заберете. Это вот, это вот с гарантией. Это даже вот, ну. Я вот тебе точно говорю, вот, ну. Потому что у вас будет, вы, вы сейчас с энергией, вы сейчас друг на друга начнете работать, понимаете? Какие-то свои идеи реалистические. А вот тебе еще лучше это, это. То есть свой опыт какой-то вложите. У вас, вы вдвоем, а еще третий есть? Где? Значит, восьмая группа. Давайте благословим наши восемь групп. Благословляем вас. Через час вас ждем. Давайте. Давайте. Идите, мечтайте. Пишите.